Зеленоградский суд Зеленоградский суд Зеленоградский суд Зеленоградский суд Зеленоградский суд Зеленоградский суд Я хочу отметить, пришлось Наталье потратить энную сумму, чтобы сменить, во-первых, место жительства, потому что после всей этой истории с тем, когда забрали детей из семьи, жить здесь стало невозможно. Правильно? Потом пришлось платить за услуги адвоката в том числе. В итоге эта квартира сейчас сдается. То есть мы можем примерно представить, что здесь могло быть. Компьютер был, например? Компьютер был, да. Ну вот сейчас вы в этой квартире не живете, но тогда как раз вы здесь находились. А дальше, получается, вам что говорили органы опеки, когда вот именно забирали детей? Они вам обменили то, что вы были в состоянии алкогольного опьянения? Они обвинили, что я была в состоянии алкогольного опьянения в присутствии детей и обвинили в антисанитарии квартиры. Только по причине того, что так как у меня сын подросток, у него в комнате, конечно, небольшой такой был беспорядок. Соответственно, их это заценивало... Как раз вот это и была, как сказать, причина того, что они написали, что это антисанитария, что, значит, взрослые под выпившим состоянием начали ходить по квартире. Давайте мы с вами тоже пойдем. Да, стали ходить по квартире без моего спроса, все снимать, фотографировать. То есть мою личную жизнь они нарушили тем, что я считаю, что мой дом – это моя крепость. Однако они ходили, как посторонние люди, снимали все мое имущество. То есть без моего согласия, однако, хотя я и просила их, чтобы перестаньте делать видеосъемку, на каких основаниях. Но если говорить просто, то в итоге вы сорвались. Вы действительно на них ругались? Какие-то, может быть, нецензурная бронежь была? Это непосредственно не было личным характером. То есть я не ругала непосредственно представителей, кто пришли. А я просто была на эмоциях. И вот знаете, как русского языка уже не хватало, чтобы попросить их уйти и объяснить, по какой причине вообще. Все случилось просто, понимаете, в один миг, в один вечер пришли учителя, следом за ними представители ОДН, следом за представителем ОДН органы опеки. Вот эта толпа ходила, бродила, все снимала. Ребенок бедный, ну маленький ребенок был напуган. Хотя она не выражала это в эмоциях каких-то, что плакала, там истерила. То есть ребенок абсолютно был спокоен. А вот можете объяснить, как вам удалось вернуть детей? То есть это, получается, была ошибка, это был признанный какой-то факт, что детей забрали по ошибке? Нет, получилось так, что я неоднократно ездила в органы опеки. Я добивалась, чтобы мне дали доступ видеться с ребенком, с маленьким. Потому как ее поместили абсолютно здоровую в инфекционное отделение, в бокс. Одну девочке полтора года, она там пробыла две недели. То есть доступа у меня к ней не было. Единственное, что была возможность, это навещать ее тем, что привозить ей продукты, вещи. Ну и необходимые, да. Потом, впоследствии, когда я уже просто поняла, что сидеть нет смысла, что ребенка могут просто там изувечить. Так как я через неделю медперсонал попросила просто сфотографировать ребенка, чтобы я была уверена, что она вообще у них находится. И фотографию я получила ужасающую. Ребенок был истощен, бледен, синяк под глазом, руки обколоты. А у вас это фотография сейчас? Я сейчас, к сожалению, ее не могу предоставить. В дальнейшем у вас звонок. Ну вот, возможно, в следующем нашем включении мы как раз покажем, как видно, когда вы ее после. Скажите еще такой момент. То есть вы потом уже обратились в прокуратуру, и как раз это повлияло детей вам тут же вернули? Это повлияло, что они ускорили процесс создания комиссии. По решению комиссии мне досрочно, так сказать, отдали дочку, а через неделю создали, опять же, комиссию, уже органы опеки и отдали сына старшего с приюта. Вот еще такой вопрос не могу не задать. Все-таки пришли, потому что сын плохо успевает в школе, потому что прогуливает. Вы, соответственно, вот как мама, к вам обращались, с вами говорили о том, что обратите внимание на то, как ребенок учится. Вот почему вы это допустили? У нас была ситуация, что я постоянно общалась с классным руководителем, то есть я даже с ней советовалась, просила помощи, что как сделать так, чтобы вот он, у него успеваемость была лучше. Потом, тогда, когда он отсутствовал, я информировала классного руководителя, то есть она была в курсе этого, почему он отсутствует. В связи с тем, что мы ожидали подтверждающий документ, так как у нас по закону более трех дней, если ребенок отсутствует в школе, нужен весомое доказательство. Мы ждали справку о том, что его отец находился в реанимации между жизнью и смертью. Его задерживали этот документ, и вот он не ходил в школу в эти дни. Смотрите, то есть, получается, вам даже пришлось выйти замуж за вашего, ну как получается, сожителя, чтобы тоже перед органами опеки отчитаться? Потому как они тыкали, что ты здесь никто, что сожитель это не является никем. И нам пришлось просто так, как я сирота, не мама, не папа, двое детей. Хорошо, спасибо большое. Нам сейчас нужно будет прерваться. Но я хочу отметить, что в этой квартире сейчас семья не живет. После всей этой истории, которая здесь произошла, они просто не смогли здесь находиться, потому что, как мы знаем, бывают и пересуды, просто было людям некомфортно. Сейчас эта квартира сдается, пришлось также продать еще одну квартиру. А мы сейчас, кстати, направимся в суд, где мы услышим приговор. По крайней мере, гособвинитель просил для Натальи штраф 60 тысяч рублей за нападение на полицейского, я напомню. Но, конечно, больше всего, Наталья, как я понимаю, вас беспокоит то, что органы опеки забрали детей, вернули. То есть, в итоге, всей этой сумятицы... Ну, у вас жизнь изменилась, так? Да, у меня резкая жизнь изменилась, просто я была вынуждена уезжать. Аня, передаю тебе слово, вот скоро мы вернемся на связь. Валерия, спасибо тебе большое. Мы будем ждать от тебя подробностей уже из зала суда. Это была Валерия Попова из Зеленограда, где сегодня должны вынести приговор по делу о нападении на полицейского. Субтитры создавал DimaTorzok